Пожарные завсянки и спасатели из Зеи помогли амурчанам, попавшим в ДТП в Зейском округе. Как сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, ЧП случилось 11 января около 8 часов вечера. Авария произошла на 34-м километре трассы Зея-Тыгда в районе моста через реку Уркан. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате водителю легкового авто и его пассажирам понадобилась помощь. Одну из пострадавших пришлось извлекать из машины. Ее передали медикам. В Доме культуры села Константиноградовка идет капитальный ремонт работы, выполненной почти на 50%. Специалистам предстоит заменить кровлю, окна, двери, полы, системы отопления и водоснабжения, электропроводку. Кроме того, строители реставрируют наружную кирпичную стену. Всего на преображение ДК из федерального и областного бюджетов выделено почти 37 миллионов рублей. Ремонт начался в мае прошлого года. Завершить его планируется в декабре 2024. Администрация Благовещенска поддержит общественные инициативы в сфере культуры и искусства. С 18 января стартует конкурсный отбор на предоставление муниципального гранта. Сумма поддержки на один проект составит до 200 тысяч рублей. Постановление о конкурсе подписал мэр Олег Имамеев. Прием заявок от некоммерческих организаций и муниципальных учреждений культуры продлится до 16 февраля. Предусмотрены две номинации гостеприимной Благовещенской силы в единстве. Напомним, муниципальный грант в сфере культуры и искусства предоставляется с 2012 года. За это время поддержку городской администрации получили 217 проектов. Многодетные семьи, которые проживают в аварийных домах в зоне БАМа, переедут в благоустроенное жилье до юбилея стройки. Соответствующее поручение дал губернатор Василий Орлов. В прошлом году сертификаты на приобретение жилья получили 52 семьи. Общая сумма около 450 миллионов рублей. Шесть семей уже купили новые квартиры, семь подобрали, остальные пока в процессе поиска. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, получить выплату на покупку жилья взамен ветхого могут многодетные семьи, проживающие в зоне БАМа и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. При этом в составе многодетной семьи не учитываются дети, которые ведут самостоятельную жизнь, то есть являются полностью дееспособными. А также дети, находящиеся на полном государственном обеспечении. Кроме этого, в составе семьи не учитываются опекаемые дети. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18 часов. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ.